сейчас я вам включу видео одного украинца толковый парень он топит за дружбу между россией и украиной живет и так понимаю в европе я его поддерживаю ну послушайте что он говорит с немножко покрыть прокомментирую тоже его тик ток я вам сейчас расскажу когда зеленский шел на выборы шон кричал я на колени стану чтобы остановить кровопролитие эту войну как он говорил за русские русские нам братья не его слова или забыли память коротка у вас так я вам напомню об этом я лично сам проголосовал за этого клоуна потому что услышал эти слова и хотел чтобы остановилась эта война что он сделал для того чтобы остановилась война что скажите мне ничего а сейчас по всему миру просит оружие и денег потому что он разменял наши судьбы нашей жизни украинца на свое благополучие так вам понятно не он начинал войну я просто вот у меня такое некое странное ощущение сложилось что многие как будто бы видят причину всех их бед именно в зеленском именно в его личности на самом деле конечно зеленский как мужик мог бы поступить и просто пустите в пулю в лоб сказав что он ничего общего с тем что ему предлагают делать не хочет иметь надо понимать что этот человек когда он вставал на колени перед украинским народом и говорил что он остановит эту войну и договориться хоть с чертом если понадобится чтобы ни одна мать украинская больше не про них не пролила ни одной слезинской слезинки чтобы не пролилась ни одна капля украинской крови я уверен на 300 процентов что в тот момент когда он это дело и вставал на колени перед украинским народом он сам в это верил он сам в это верил но потом когда он стал уже президентом в его президентский кабинет постучали дяденьки из азово с нацистской свастикой на своем теле жесткие дяденьки которые пришли искали дружок ты конечно молодец то очень красиво говорил но стать президентом как в твоем фильме предвыборно агитационным не получится такое бывает только фильмах и вот тогда-то его спустили с небес на землю и как мы помним с началом и своего он очень сильно увлекся видимо веществами которые он принципе до этого принимал я так понимаю что те кто его курирует те кто держит держит на коротком поводке до сих пор они так или иначе позволяли ему это делать дабы произошла полная деформация деградация личности тот зеленский тот весельчак тот некогда справедливый человек который был шел на выборы который обещал всем украинцам закончить войну и вот это вот все его больше нет его больше нет во первых зеленский актер и под воздействием наркоты произошла жестокая деформация деградация личности он принял эти правила игры он жился в эту роль жестокого фюрера и он понял что это для него единственный исход и поскольку он трус пустить пулю себе в лоб он конечно же не смог и он решил что да я буду играть в эти правила потому что нацики ему наверняка сказали что дружок за нами ми-6 за нами вся европа нас будут спонсировать и ты должен продолжать играть эту роль ты же актер вот и играют роль зеленский уже настолько вжился в эту роль что того прошлого зеленского вы уже оттуда никогда не достанете еще раз повторюсь под сильнейший сильнейшим воздействием различного рода веществ этот человек уже больше никогда не вернется тот кого мы знали сегодня эта машина для исполнения прихоти нацистской власти за хулисной нацистской власти поэтому это просто марионетка и предъявлять ему что-то ну как минимум смешно ему единственное что можно предъявить я повторюсь еще раз это то что он не пустил себе пулю в лоб ну чисто по-мужски вот и все но это опять же не спасло бы украину поставили бы другого и также наклонили бы нашли бы жалкого слабого ублюдка который бы делал все то что делает зеленский а зеленский на эту роль просто идеально он актер и он и играет а еще и наркоман это просто идеальная кандидатура на все то что сегодня происходит на наших глазах как-то так